Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Хейлер, я приветствую вас на канале Хейлер Вижн. И сегодня, да, мы продолжаем играть в Фероп Виндсайл С4 с модом Итру за вандалов. Как вы помните... Ой... Что я говорю, за Минедов, конечно же. Как вы помните, в прошлой серии мы отплатили у Готов две провинции, въездную в Варшаву. Успешно их сейчас национализируем. Разгромим там восставших, которые там, если будут собираться, чё-как. И... В принципе, Готов закусили губы уже. Закатали губы, как хотите. Ютов так никто и не захватил, хотя многие пытались. Просто никто не может пройти через англов, никто не проп... Они никого не пропускают. Галлы тут отделились, я посмотрел, тут дофига восстань. Посмотрим, что будет с Римской империей. Ну, а мы продолжаем играть. Текст. Эти ребята здесь. Тут меня... В Люблю надо эту армию отправить. Наоборот, я в Волынь отправил. А вот эту армию побольше влюблен. Если что, восстанье подавлять. Сейчас надо бери. Как, нормально? Нормально вроде пока. И надо бы вот этой армии генерала, что ли, нанять. А ты чё, как лохи? Ну, более-менее. Так, задание. Лучше, значит, здесь же Старая Пруссия. Давай, провинции Братцелов. Так. Братцелов, это с Сарматами бывает. Нет, воевать с Сарматами мы ещё не готовы. Надо восстануть и резервы немного людские. А вот... Давайте улучшим, что реально отношения. Всё равно я их, конечно, захвачу в скором времени. Или просто сделаю их своими вассалами. Ну, вряд ли получится сделать их с вассалами. Так что, скорее всего, я их просто нападу на них и захвачу нафиг. Ну, хоть так. О, мы десятое место занимаем в мире. Ура! В десятку входим. Уже топчик. О, в девятку. О, давайте посмотрим, что там, в какое место мы занимаем. Так, страна. Ой, сравнение счёт, сравнение счёт. Так, административка первая в рейтинге. Римляне. Так, мы идём по административке шестые. Дипломатический рейтинг. У-у-у, мы даже не входим сюда. И военный рейтинг. В военном рейтинге мы пятый. Общий счёт. Мы девятые. Первая дима, вторая парфи, третья сата, хавана, вулхань, хируски шестые. Не знаю, каким бокам им это удалось. Однако удалось. Со своими тремя параметиками как-то они стали шестыми. Может, у них союзники топ. Ну да, союзников у них много, это, конечно. Но они окружены союзниками и не могут даже повоевать нормально. Слабаки. Мягко характерные речмошники, на мой взгляд. А что-то залагало. Я не знаю. О. Стоило нажать на паузу, как всё вернулось на крылья своя. Кто? О-о-о-о. Не рановато. Без вопросов. Византия нас сразу не любит. Ну, это... Византия сразу слабее, чем... О! Они приняли ещё и Халкидостов. Какая прелесть. А византия-то всё ещё и Ленизм. Блин, византия, конечно, мощный. Нарушитель спокойствия. С пятыми тэхами у нас... Мы только к ним идём. А, нет. По военке у нас есть пятые тэхи. Пока не очень довольны. Ну, мне не плевать, как бы их. Быстро уничтожить. У меня тут был квест выполнится. Вам ещё чуть-чуть денег платить. Ну, ладно. Вам ещё этого мало, наизовавших. О-о-о! Как я так просто пишу. Господи. Ладно, подождём. А своим этим бы надо закинуть дружка. Ох ты, как маркоман. Много подлипал, конечно. Надо бы залить им немного деньжат, чтобы они не обижались на меня. За мои завоевания. Ну, а что? Можете меня осуждать, но я считаю это правильно. Потому что они расстроились, и я их порадовал. Всё круто. Кого я любит больше всего, так это дайкию. И вообще поливать, кого я там завоевываю, когда и зачем. И главное, что не дайкию. Гальский сепаратист, наконец-то, отвоевать себе ещё одну провинцию. Берри. О. Так, какая провинция? Давайте, маниакальный голос мой. Эээ, маниакальный, да. Маньяк я, да. Нам удалось повысить эффективность сельского хозяйства за счёт применения новых метод... Новые методики... Новых метод... Ещё раз. Дубль два. Нам удалось повысить эффективность сельского хозяйства за счёт применения новых методик выращивания культур, ирригации и изменения системной земельной собственности. В результате налоговые поступления в казну существенно выросли. повысить налог, расширить модуфактуру. Это где? Пшемысл? Посмотрим, что там пшемыслит. Ну, в принципе, давайте повысить налог. Сколько приток в мою казну? Ох, 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 как я люблю приток в свою казну. Может, снизить инфляцию? Не, мне еще качать административку нельзя. Они уже объявляют. Они передумали, значит, как они могли передумать? Не знаю, короче. Римляне, конечно, очень странная нация. Имея так мало провинции исповедующих халкидонства, они его приняли. Ну, столица исповедует, так-то. Еще пойдут всякие восстания. Вот, я говорю, они мисты восстают. Да, однако, рановато распилилась Римская империя, но мне плевать. Это может быть даже хорошо. С какой-то стороны. Ну, вот эта Византия, конечно, не особо радует. Здесь, по-моему, на границе, но... Ладно. Греция хочет выйти из состава Византии. Очень интересно. При том условии, что, в принципе, Византия это и есть Греция. Так, посмотрим, что творится у нас с Римской армией. Уху-ху-ху-ху. Так, теперь первая Византия. Теперь Западно-Римская империя вообще полное говно. Понятно. Так, а что у нас там с войсками? Теперь, итог. Самая крупнейшая армия в мире. Византия, Парфиан. Понятно, византия не слишком-то огромная армия по сравнению с нашей даже. Какая-то самая маленькая армия в мире. Западно-Римская империя 28 тысяч всего. То. Всего 28 тысяч. Каждый борется с своей религией, еще здесь. В Венецию захватили протекуляристы. Уху-ху-ху. Бедная Западно-Римская империя. Ура! Вершива! Я тебе люблю. Так, теперь смотрим... А, квесты. Я не могу нехтибрать. Точно, точно, точно. А я вспомню. Уху-ху. Ура! Я тебе проехал. Есть, чувак. Ей, чувак. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok самый культ. Просто так. В смысле, просто так. Потому что так велят боги. Так скажем. Так, сколько там осталось? Декабрь 105. Ну, недолго. Мы бафнули стабильность по полной себе. И теперь живем и радуемся. Радуемся и живем. Франки там напали. Тут все разделили. Это очень весело. И это меня очень забавит. Само собой. Так, тут скоро будет анимизм. Я жду. Анимизм. Всех подавили, всех перекрестили. Да. Ну, это, в принципе, классическая римская империя, распадающаяся на части. Византия, скорее всего, держится на плаву. А вот Рим вряд ли. Его сейчас начнут поджирать. все эти племена, все дела, ла-ла-ла-ла-ла-ла, дроигисты, немецкие язычники. В основном, конечно, тут всякие язычники, но, допустим, дать только у вас хватало мракобеса так а о какой король я моего слова я стал фандал помогать пора так здесь это одна из последних хвостов я уже еще раз проводим фестиваль ярилло а как иначе а как без этого ох так они просто забрались на территорию гали не знаю как я это сделал но это было весело что здесь мать вашу творится я не знаю как это называется полная мракобесие полная мракобесие тут все отделяются куда то уходят там анимисты все захватывают кот убивают я вообще не понимаю где ваши где наши ура варшаву наконец осталось поведать нормальную религию а то все свои немецкие веры не дурацкие и за 18 месяцев мы перекрестим этих ребят как в принципе было с варшавой а уменьшим активность ничего страшного не будет особо они сейчас опять восстановят вот здесь варшаве они успокоились как мы их перекрестили они сразу таки типа а вы спокойны все дела все отлично а вот эти ребятки они конечно очень негодуют пока но и их скоро перекрести так я думаю уже с кем воевать следующем с гиппидами или с сарматами венецкие крестьяне краков ленчится но это мы подавим вообще легко так готские а ну готские это я знаю буду так с сарматами в союзе только с сираками опять таки и мы просто выносим их с даки вместе на пару потому что они еще и да нет они не отсталые или гиппиды гиппиды союзе с квадами вот этими мы их тоже выносим так давайте сейчас посмотрим вандал у нас поддержат а макомани нет понятно в принципе мы только с вандалами на пару можем их вынести конечно ну что то хочется о галлы расширили свое владение наконец таки да давно пора франки что то пытается захватить себе новые земли но вряд ли галлы им это позволят когда они подойдут слишком близко так 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 Насколько же я просто ни разу не играл за Римскую империю, просто насколько же ужасные, дикие и вообще жопочные условия создали авторы мода для Римской империи, что она так распадается по жести, имея такие ресурсы в начале. Это немного даже уважения меня вызывает к ним. Немного, а совсем капельку. Зачем воевать с сильными государствами, если можно покорить одно слабое? И это будет последняя война, в которой будет участвовать за нас Бургундия. И мы не призываем ни одного союзника, нам они не нужны чисто. Пока есть тут слабые игроки в этом регионе, надо их захватывать. Как я думаю, как-то так. И прорваться потихоньку уже к Балтийскому морю. Опа-па. Рим резко перестал спаять халкибунство. Так. Ну, а мы почти уже склепали претензии, и у нас, в принципе... Ох ты, советник умер. Какой ужас. Эффективность производства. А здесь... Давайте возьмем вот этого паренька. И фокус над переведем вот сюда, пожалуй. Ох, нельзя на дипломатии переводить полом. Надо на военнку перевести будет. Ну, может будет время, когда мы немного передохнем от постоянных войн. Вряд ли, конечно. О, опять пушимусы. Корот прекрасный. Два-тва-тва-тва. Человек упал с налоги. Налоги. Больше налогов. Так. Пятьдесят... Пятьдесят девять. Еще могу. Вот захватим... Прущу. А, мы же... Вот, бургундцев как раз-таки мы аннексируем, и их армия к нам перейдет. И все, и ничего не надо даже клепать. Вот такой я халявщик. Адрейский сепаратисты. Всякие там разные. Эй, Визна тоже исповедает единостью на веру. И мы все идем дальше, и дальше, и дальше. И опять добиваемся религиозного единства. И почти мы склепали претензии на них. Отлично. И теперь к границам мы подтягиваем наши две армии. Ох, какой мощный генерал. Ой, точнее, наш правитель. Я сразу не заметил. И объявляем войну. Да не будем никого призывать. Ну ладно. Не плевать. Да мне не надо. Рутения. Ну это я подумаю, чем над этим. Вашим предложением. А, нет, блин. Вы должны будет добивать убегающей армии. Так, отлично, мы полностью уничтожили армию. Старая Пруссия. И вот такой очень легкой интервенцией. Война была выиграна. А за каких-то там, я не знаю, сколько прошло времени. Но сейчас мы захватим их в столицу. И война будет безоговорочно выиграна. Так, мне нужно найти с хорошим лимитом снабжения провинции. Ее заняли долбаные бургунцы. Терпеть не могу бургунцев. Грязные свиньи. У этой армии побольше сил, да и... Хотя, минералы одинаковые не искусные. Миссинг локализацион летит к нам. И тут... Говорит нам, миссинг локализацион. А я такой, типа... Типа, миссинг локализацион или миссинг локализацион? Такой, типа, источнение броской армии или... Эффективный спроизвол. Выбираю эффективный спроизвол. Нет, выбираю миссинг локализацион. Вот так. Своим царским великим умом повелеваю. Отныне впредь. Миссинг локализацион. О! Ох, сколько. Перемирь сразу. Ой, ой, ой. Че, в калицу? Че, я не понял. Я не успел прочитать, я все закрыл. Так. Да, они ступили в калицу против нас. Готы, гипиды, гермондура и квады. У нас вандалы. Вандалы, маркомания и даки. Интересно. Они посчитали, что я слишком много захватил, хотя я так не считаю. Я потихоньку захватываю их земли. Особо не парюсь. Может, рановато пока поглощать бургундцев. Их армия может не пригодится. Ну, а нам пригодится. Положить деньги в казну? Зачем? У меня и так их много. Так, что я думаю? Кто у нас там не любит больше всего? Так, вот давайте гермондура сначала. Щедрый дак. Они немного успокоятся. Вам тоже. Они тоже немного успокоятся. А, само собой. Ну, давайте вот соберем вот это. Вот это. Это вы оставите себе, станете нашим вассалом. А денег у вас нет. Да, не надо. Я так не могу. Я так не могу. Мы едва знаком. Жаль. Не можете вы быть моим вассалом, к сожалению. Значит, не поглощу я пока. Почему не могу? А, слишком дорого стоит. Давайте дам мне денег побольше. Твари. И репарации сюда мне на бочку. И мы получили таким образом выход в Балтийское море, которым пока пользоваться не будем. А зачем? Это нам. Так, эту армию мы обводим в Сандомер. Эту влюблен. Начинаем национализировать. Ой, это не можем. У-у-у. Ничего себе. Что такое провинция? Вот. О, какие у них традиции тут были. Чего себе. Не, реально, их надо как-то лучше завасалить. Пусть меняются. Пусть не меняются. Не меняйтесь, ребята. Будьте добрыми. Парнями. Давайте так сделаем, что ли, чтобы они разозлятся. Они, конечно, разозлятся очень сильно, но мне плевать. Что-нибудь там будут делать, как они разозлятся. Главное, что я буду доволен. Вы хотите еще подарочков? Ну, держите. Маркомания, вам мало подарочков? Ну, пожалуйста, сейчас дам вам еще. Я вам не брак, вы понимаете? Я вам не брак. Ну, надо немного поумерить свои амбиции, я понял. Отсидеться немного спокойненько, не давать поводу на себя напасть, не показывать слабости никакие, не втягиваться тем более в какие-то долгосрочные войны. Они объединились все в коалицию, и пока это будет очень тяжело для нас война, если мы в него ступим. Мы отдохнем. О, Верона, это что такое венецианское селинизмом? Очень интересно. Вот за что я люблю альтернативную историю, вот за такие вот гибриды-белки образовались вот. Босфор завоевался, и часть земель. Остается вассалом. Карфаген вот здесь образовался, продолжатель традиции, эту мать вашу. О, обожаю вас. Галлы, мощь вообще. Кровь и пламя. Взял. Это русская лига образовалась. Хе-хе. И кто там правитель? Ильдар Вагапов? Да уж, такой прикольчик натянутый, конечно, немного, но по-моему... Ну, мне нравится. Вообще приколы про Ильдары всегда должны проходить, потому что они топ. А, в принципе, зачем нам вот это? Берем пока что. Нам нужна стряска? Да нет, я не заметил. Но если вы так считаете, то будет вам стряска чуть позже. Так, сколько у нас там денег? Где 50 мы зарабатываем? Зачем нам вот этот старый пёс? Наймём нормального парня, пусть он нам запустит эту административку за 5 сек. Конечно, мы очень много тратим, но мне плевать. Я потом его просто выгоню как собаку. И всё. Потихоньку, полигонку. Но вся Европа против нас. Ну... И они вступают. Господи, вы что, психи, что ли? Мне нужны новые союзники. Так, давайте улучшим отношения с квадами тоже. Почти-почти мы их уже перекрестили всех там. И это прелесть, вообще я могу вам сказать. В армия наша. Мы имеем выход в Балтийское море. А мы просто королизм. Просто кунг-королю, сват-министру и все дела вообще. И пили обидно войну. О-о-о. Эй, красотка. Хорошая погодка. Да. Продолжим, я думаю, в следующей серии. А выкрою я или все на свете просу, это мы уже знаем позже. Запишем, как мы сохранили пока что. Что я сделал. Сохраним за 0-0. Какой-то на сегодня. 0-0-ки. Вот. Как бы все не потерять. Ну, с вами был Хеллим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там вы можете увидеть последние видео, которые я выкладываю, всякие прикольчики. Ну, это вот так. Для общей пользы. И, конечно, там будут проводиться различные опросы, связанные с судьбой канала. И... Какой-нибудь, может, конкурс даже пройдем, если будет достаточно подписчиков. С вами был Хеллим. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.